Убийцы адвоката Павла Рябинок были безжалостны и жестоких. Было трое. Они избивали мужчину и его партнёра ногами, руками и досками. Сегодня полиция раскрыла детали шокирующего убийства, которое произошло в ночь в субботу на воскресенье в Лангстене. Адвокат Павел Рябинок был убит в собственном частном доме в Лангстене. Вместе с ним в момент преступления находился его партнёр Ингус Баландинс, который серьёзно пострадал, но всё же остался в живых. В доме не было видеокамер, не была включена сигнализация. Рассказали сегодня в полиции. Преступники пробрались в дом через заднюю дверь. Говорили по-русски. Дом красивый, в элитном районе. Тихая улочка. Рядом домов нет. Я ещё раз подчёркиваю, дома не было камер, не была включена сигнализация. Преступники были полностью в чёрном. Спортивного телосложения. Рост двух около 175 сантиметров. Один был выше 180. Преступники били мужчин руками, ногами и досками, которые лежали здесь же, во дворе частного дома. Позже эти доски нашли в 200 метрах от места совершения преступления. На данный момент известно, что преступники украли дорогую коллекцию часов и драгоценности. Заведено уголовное дело. Привлечены лучшие работники полиции. Сейчас есть две главные версии. Убийство связано с ограблением. Вторая версия — связь с профессиональной деятельностью погибшего. Посёлок Лангстыни. Местный лесной массив полиция прочесывает уже вторые сутки. Как наблюдала наша съёмочная группа, сегодня улики искали примерно 20 полицейских. Местные жители, соседи убитого, говорят, что ничего подозрительного в ту ночь не видели и не слышали. В ту ночь это было поздно. Мы ничего не заметили. Если бы заметили, то сразу сообщили бы в полицию. Ну а что нам тут бояться? Если ты чистый человек, бояться нечего. В последние годы своей жизни Павел Рябинок был связан с политической партией КПВЛВ, предприятием «Олайнфарм», председателем совета, которого он был ещё в прошлом году. Известно, что находясь на этом посту, он обращался к шефу госполиции Инцу Кюзису, а также к главе госслужбы безопасности с заявлением о том, что получает угрозы в свой адрес. Позже, в результате борьбы за власть в предприятии между акционерами, Рябинокс был смещён с поста главы совета и оказывал юридические услуги Ирине Малыгиной, дочери бывшего владельца «Олайнфарм» Валерия Малыгина. В ту роковую ночь, когда произошло убийство, Павел Рябинок и его партнёр Ингус Баландинс вернулись из гостей. Они были дома у юриста Мартинша Крекеса. «Несмотря на громкое вовлечение в споры акционера «Олайнфарм», что может быть одной из версий, и я её не исключаю, но всё же весь предыдущий опыт не свидетельствовал, что одна или другая сторона могла принять такие решения. Я считаю, что это политическое убийство». Мартинш Крекес уже пообещал денежное вознаграждение в размере 20 тысяч евро за информацию об убийствах Павла Рябинока. Одним из ближайших политических единомышленников адвоката был Ральф Немира, бывший министр экономики. Рябинок был его советником, когда Немира занимал этот пост. «Я никогда не скрывал того, что он был мне другом, близким коллегой. Это уже третий убитый адвокат. Ещё совсем в недавней истории были попытки подорвать работников таможни. Где мы находимся?» По данным госполиции, в Латвии ежегодно происходит от 20 до 28 краж из домов. Правда, чаще всего обходятся без жертв. «Всяком! Всяком!» «Всяком!»